Друзья, всем привет! Я вот дома, сейчас в Киргизаке, на самой окраине Аланьи. И сейчас на велике собираюсь ехать в центр города, чтобы оставить велик там. И с автовокзала на автобусе уехать в Анталью и сделать себе подарок на праздник. Купить новый мотоцикл. Поехали со мной. Вот, друзья, фигачу на велике. Смотрите, какая у меня здесь красота. Вот из-за этой красоты сюда я переехал. Наверное. Но добираться куда-нибудь до центра города – это кошмар. У меня есть 30 минут, чтобы добраться до центра, отдать велик. Вот Мухбутлар начинается райончик. А вот как-то так. 30 минут у меня есть отдать велик, и в 11 часов отходит автобус. Пляжи Клеопатры. Так, приторможу. Скорость, камеру беру. Ну все, на связи. Холма спустился. Теперь весь маршрут до центра, вот до той скалы в дымке, будет по вот такой велодорожке. Длина велодорожки примерно 20 километров. То есть по всем районам, от пляжа Клеопатра до Каргаджака, самый крайний район. Там дальше Димиртаж через холм, но это уже другое. Дел отдал, а теперь где-то километр, полтора, спешком до автовокзала. 10 минут до автобуса, в 11 часов, но я походу уже не успею. Надеюсь, они ходят каждый полчаса. В этом районе я, наверное, первый свой год в Аланье. Я живу здесь, здесь вон пляж Клеопатра в ту сторону. Да, и тогда у меня еще была девушка, любимая. Ладно. В общем, хороший, тихий район, но я теперь понимаю, что я из него вырос. Тогда, когда переехал, вырос. Приехал сюда на мотоцикле уже в России. Да, и теперь любой район, даже самый отдаленный, где я сейчас живу в карбиджак. Мне уж кажется родным, везде есть свой колорит, везде хорошо. Свои плюсы, в общем, мои минусы. Ну да, мне здесь нравится. Ну, конечно, сейчас бы я здесь не поселился, из-за этих воспоминаний только. А в остальном здесь шикарно. Как первое место жительства в Аланье, это отличный вариант, это лучший вариант, наверное. Лучше, чем Махмаклад. В общем, я из карбиджака сейчас добрался до центра Аланье, отдал другу велик и пешком полтора километра добежал еще до автовокзала. Чудом успел на автобус, он уже отъезжал, прям запрыгнул. И все, едем сейчас в Анталию, и с автовокзала меня заберут уже. Автовокзал в Анталии. Не знаю, заберут меня отсюда, нет. Вроде бы должны были забрать. Сейчас буду звонить. Я Абдулла, хозяин мотоцикла, довез по YouTube. Отвез в свою лавку, у него здесь магазин, в самом туристическом центре Анталии. Вот. И я мотоцикл уже посмотрел отдельно, я прям сюда с телефона ролик сейчас вклею, вам покажу осмотр свой. Ну, как бы там все новое, там все вообще смазки. Пробег 2400, куча допов. Это я вам уже отдельно в отдельном видео покажу все, что там есть. Сейчас мы едем в Анталии, там главное, чтобы оформили, потому что мой комет закончил. В общем, вот Honda GFM. Новенький, свеженький. Ничего, тут новые покрышки. Original? Уже. Даже это целое. Чистый двигатель. Комара, и она это, да, где-то. Новый прям. Еще в смазке даже. Пробег 2300 у него. Оригинальное сидение. Вот это вот классная штука. Тоже все оригинальное. Есть вот подготовка для кофров. Кофры. А, include? Ого. Вот, защита все, но все супер-супер. Подвесочка, все. Вот это уже установлено на грязи. Мы с Абдулой, у нотариуса, в общем, оформляем документы и у меня есть перевод моего паспорта. Мой и комет налоговый номер турецкий тоже нужен обязательно, несмотря на то, что он просрочен. И, собственно, мы пришли к нотариусу, тут вообще никого нету. В общем, все быстро. Ну, я думаю, сейчас за час-полтора все сделаем. Сейчас он номер старый даст, и все. Нотариус мы все сделали. Очень быстро. И у меня есть полтора часа до пяти часов, чтобы поменять номер. То есть мне номер дали у нотариуса, как обычно здесь все делается. Вот. И теперь мне надо ехать в другое место, чтобы мне дали реально вот металлический номер. Реальный. Очень быстро, очень быстро. Молодцы. И вот сейчас до мотоцикла меня везет. Обнула. По центру, историческому центру Анталии. Так, и вот здесь в Анталии я получаю номер. Офигеть, пешеходная улица, мы тут взбремся вообще через толпу. Вау, 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 чемодан, аккуратнее. Без адвенчеров, давай. Так, меня здесь километр, как, будет ехать отсюда. Мы на новом мотоцикле. О, приехали. Нет времени думать. У меня всего час, чтобы доехать до места, где выдают номера. Я опаздываю. Блин, непривычно, пипец. Лазишь, в другом месте получаешь. Вот я иду, получаю теперь номер. Вот, получаю машину. Вот, теперь будете знать, где в Анталии все это делается. Вот такое место. Рядом можно поесть гриха и попить чаю. Ну что ж, друзья, можете меня поздравить. У меня теперь новенькая фонда, вообще, сейчас еще в масле. Офигенная комплектация, у меня тут для багажа что-то есть. Кофон в комплекте. Защита в комплекте. Все, короче. Прямо вообще новенький. 23 у меня эффект. Сейчас поеду обратно в Аланье. В Турции, а в Европе буду смотреть пиджа Африку. 1100. Вот в таком цвете, как он. Короче, заехал в мотомагазин. Посмотреть перчатки. И маску. И маску. На таком моте нужно маску обязательно. Смотреть, сколько темов. Здоровый, конечно. Я на этом, на Хонде, как на велике, в общем-то, еду. Просто проще, чем велик управляется, реально, ребят. Возле Тонеро. У меня таких маленьких мотиков не было еще. Даже ралли больше было. Батарейки осталось совсем немного. Но я постараюсь вам рассказать свои первые впечатления о Хонде CRF 250L. Только по асфальту пока, естественно. Я сейчас выбираюсь из Антальи. Вот взял перчатки новые. Уже третьи, блин, за полтора года. Надеюсь, их не потеряю. Потому что стоят они до хрена просто. Все отдал. И, конечно же, буду сравнивать с Хонде CRF 300 Rally. И, конечно же, с Тенери. У меня прям очень свежее впечатление. После Тенери, даже после трехсотки, этот мотоцикл просто... Ну, игрушка. Реально игрушка. Так, на заправку еще надо будет. Вот. И, конечно, управляется он, блин, проще, чем мой велик на 29 колесах. И это мотоцикл, как ни странно, ребята, он едет лучше, чем 300 Rally. Реально он едет лучше, чем 300 Rally. Насколько я помню, разгоняется он и прет он прям... Круто, вообще, круто. Он повеселее, чем 300 Rally. Я не знаю, почему, может быть, какие-то евронормы тут. Не понимаю я, вообще. Вернее, не тут, а 300 Rally, как бы, да? Она посвежее была на два года. Бля, я, походу, не туда поехал. Ладно, сейчас я вырулю на дорогу. Этот байк просто создан, чтобы поток прошивать. Ну, вот прям, вот, вообще. Блин, сколько я приезжаю в Анталию, и я вечно здесь... Вечно здесь блуждаю на выезде. Ну, да, он прям едет. Самые маленькие байки всех, что у меня были... Ну, ладно, я не считаю, в 17-м году. У меня апреля и пегаса 650 был. Я бы не помню, если честно, вообще. Ну, вот из наших последних двух, да? Этот самый прям... Маленький. Ноги у меня, особенно, то есть в коленях. На нем. Блин, куда-то я реально не туда еду. Блин, и никак никуда не перестроиться. Так, друзья, наконец-то я выбрался из Анталии. Надеюсь, как слышно. Вот, еду в Сотку. Вот, вообще не напрягается на пятой передаче. Максималку проверил. Максималка, ну, пока 130, может быть, и больше выжмет. Очень резвый мотоцикл. Тевесно прям, да? Мотоцикл реднее, чем CRS300 Rally. Наверное, не знаю, весом может быть, что-то там, минут 20 кг, в сравнении с моим, было. Вот, ну, ведет себя как медик. Маневренный, крайне маневренный. Тоже непривычный пока для меня после такой вандуры ТНР. Все, пробега 2490. У меня мод новенький еще есть в маске. Дор не видел. Без дора не видел. Подвески, на мой взгляд, работают. Ну, я не пытаюсь его хвалить, сразу говорю. Да, я стараюсь максимально объективно сказать. То есть, по сравнению с CRS300 Rally, которую я еще помню все такие, более-менее. Подвески здесь работают лучше. То есть, здесь они не так клюют, как у CRS300 Rally. То есть, там прям вообще вилка была мягчайшая. Здесь она, ну да, она мягкая, но она не клюет. Она нормально работает. Вот у меня сейчас 102. Мне там тачка сзади не буду тормозить. Потом проведу испытания. Но в городе я сейчас тормозил более-менее редко передним. И очень-очень комфортно бать тебя повел. Мне прям нравится, реально. Я думаю, что амортизатор будет понятнее. Опять же, вспоминая CRS300 Rally, да? Там прям диван-диван. Здесь реально погуще. Ну, то есть, этот мотоцикл предназначен для бездорожья. Даже немножко, мне кажется, ну, больше столь. Ну, реально прям прохват какой-то сделает. Вот бездором, прям вот по кайфу. Мне больше в дикие подвески нравится. Так, сейчас я еще зафраску, чтобы приодеться, потому что там ветер в меня, в грудь дует. Короче, 110, 120, встретим на этом мотоцикле великолепно. Тут я на пятой 110 ехал, да? Вообще, шпик, вот, 100-110 на пятый. Мотоцикл не надрывается. Вполне комфортно. Я, пока я доволен. То есть, ну, учетую, что он еще маленький. А, и еще, ну, очевидно, что боковой ветер его тоже сдувает. И прям, когда порывы ветра сильные, как быстро до Серика доехал. Когда порывы ветра сильные, то прям вечер вот так, раз-раз-раз, и бок, переставляет начинает немножко. Но, опять же, CRF-300 ралли был повыше, чем этот, заметно повыше. И его мотеляло сильнее, и странная сторона. Так вот, что хочу еще сказать. Опять же, переходим опять к сравнению с Тенери. Ну, Тенери, я там, крейсер 110, 120 ехал, но потому что в последние месяцы, вот эти зимние, декабрь, январь, все-то меня в страх уже стали. Меня стали уже страфовать. О, блин, кафтей. Ребят, я сейчас здесь остановлюсь, потому что здесь очень вкусная кухня турецкая. Развернусь где-нибудь. Мотоцикл очень маневренный. Выучишь разворачиваться на одном месте. Господи, как он легко управляется. Вот, сейчас я здесь, наверное, заправлю полный бак. Мне хватит до Аланьи. И покушаю. Здесь уже я останавливался с друзьями. Не, ну, вообще, вообще, ребят, ну, едет байк классно. Едет классно, я не ждал. Честно, для Аланьи больше не надо. Так, пока паузу берем. Ушел, уже темнеть начало. Кратко я все рассказал про байк. Самое-самое первое впечатление. Байк офигенный, черненький, такой новый, 2000 км пробега. Непривычно, самый низкий для меня. Хотя, на самом деле, он большой, достаточно большой. Ну, после ТНР непривычно. Легкий пипец, короче, как велик. В общем, уже темно, я поеду. Раздавайте вопросы. Вот такой у нас получился день с креплением для ветровика. Все, на связи. Прикольно получилось. На 23 февраля сделал себе подарок. Такая фундочка. Не знаю, со стороны, вроде бы, каус, ну, нормальным, большим. Или я просто такой здоровый, блин. Но когда я на него сажусь, конечно, непривычным после ТНР, каус маленьким. Сторону вообще нормальный, такой большой байк. Вот. Вот. В общем, классно. Сейчас перекушу и вонталью. Кстати, средняя скорость, ну, такая же, как на ТНР практически. Просто не будешь ли на большом байке 130 всегда ехать. Ну, вот. То есть, там, местами разогнался, там, 150-170, да, но это редко. Штрафы, штрафы. А здесь, ну, едешь 120, он нормально едет. 120, я вообще кайфую прям. Ветровик поставлю, вообще будет супер. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.